На обоймах на 8.30. Очередь была небольшая, впереди было 3 человека, еще рядышком очередь. Но ходила офицер, не знаю кто это, офицер, девочек, которая помогала. Я ей показала, что у меня обоймах, показала это доставку. Она попросила выключить телефон и сдать. Мы сдали телефон, дала номерок, сумку никто не просил сдать. Вот сумка, что там было, никто ничего не проверял, просто провели через сканер. Даже мы не открывали сумки. И пошли по длинному коридору. На паспорте ставят, что проходишь 4-е отделение, 13-е окошко. Это идешь вниз. Подходишь вниз, подходишь к 13-му окошку. И вот там начинается хитрый момент, когда вот сидишь и сидит очередь. Там бегущая страха на английском, на польском и на русском языке. И написано, когда вас выздовут по электронному билету, я понимаю, что у меня этого электронного билета нет. Я начинаю спрашивать, впереди сидящего есть ли у него электронный билет. У меня нет. И впереди сидящий электронный билет. Но я предложила тогда делать живую очередь. Чтобы, если кто-то появился с электронным билетом, впереди нас не оказался. И когда ты подходишь, она только тогда тебе присвоила, тебе будет электронный билет. Вот. Она тебе присвоила электронный билет, я получила следить, я села на место. Это называется прием документов. Ты подходишь, с палочкой ничего сам не достаешь. Она открывает твои данные, когда я жбасток, и она начинает по очереди просить документы. Вот. Многие документы не пригодились. Но это заняло буквально полчаса. Плюс она спрашивала какие-то дополнительные вопросы, парочку вопросов. Вот. Обязательно спросила, привлекались ли мы когда-нибудь, где-нибудь. А в какой еще стране и-нибудь я жила. Вот кроме двух указанных. Я сказала, не мне. И она сказала, если ваша виза будет одобрена, то вас подойдет в консул. Мы сели, но через где-то час она нас опять позвала на отпечатки. Ребенку 13 лет, он отпечатки не сдает, и фотографии мы вернули. Отпечатки заходила в голове. Вот. Сказала, что документы мы заберем завтра, так как мы относимся к гражданам Белоруссии. И по тех документов, которые раньше давался на руки, он даваться больше не будет. Все будет замесено в электронном виде, по штрих-коду. Там приспорим какой-то штрих-код, и ничего нам больше не дадут. Мы сели обратно в очередь, и, наверное, через час нас опять вызвали. Меня и у сына, прежде всего, попросили дать клятву. Стоял рядом переводчик за спиной, и все переводило. Эта процедура заняла тоже полчаса. И полчаса она ознакомляется, без тебя, с твоим делом. И потом только вызывает тебя. Вот. Сказала все, ваша виза в конце. Говорит, ваша виза одобрена, завтра подойдете в это окошко. На следующий день, когда мы пришли, тоже телефон выключаешь, сдаешь. Полностью посольство пустое. Заходишь в это посольство. А, ну говоришь, да, я пришла за визы. Проверяют фамилию. Там с тобой пошутят эти охранники. Заходишь, забираешь документы без очереди. Все. Вот весь процесс. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok